Сегодня ночью в Крыму снова было громко. В местных пабликах жители пишут о 10, а то и более взрывах в Джанкое, Октябрьском, Гвардейском, Симферополе. Снова был перекрыт Керченский мост. И РосСМИ говорят об атаке ракетами-атаком. Прилеты якобы были в местах, где у оккупантов размещались комплексы ПВО. Есть ли у вас информация, что это за такие хлопки были в украинском Крыму? Ну это уже не первые хлопки, которые были на временно оккупированной территории в Крыму. Мы видим, как Российская Федерация очень сильно боится за свой крымский мост, который они построили. И как уже окрестили это наши руководители разных служб, как лишние конструкции абсолютно на этом месте. Поэтому они прекрасно понимают, что с поставкой нового пакета вооружения от наших партнеров, в том числе разных ракет, естественно опасность для этого моста возрастает в разы. Ну посмотрим, как будет далее развиваться. Но пока еще мы не можем комментировать, что именно случилось, что это были захлопки. Да, это уже не первые хлопки. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Ну будем ждать тогда ваших комментариев позже. Вчера Россия снова обстреляла Одессу. И снова под ударом были гражданские, мирная инфраструктура. Погибли пять человек, десятки раненых. Есть ли у вас информация, чем именно враг ударил по городу и откуда был пуск? Да, противник использовал баллистическую ракету типа «Искандер-М». Кассетный ее вариант из территории временно оккупированного Крыма. Мы видим эти ужасные кадры среди белого дня, когда бьют огромными ракетами по абсолютно мирному городу, абсолютно мирное действие, когда теплая погода, на улицах люди выгуливали собак. И, к сожалению, мы видели эти ужасные кадры, когда девушка плакала над своим любимцем, просто вся в крови. Но это показывает в который раз бесчеловечность, да, не только по отношению к людям, но и к животным. И абсолютно ужасное лицо Российской Федерации и их страшной политики, которую они проводят, уничтожая людей, животных и все даже и культурные, и исторические памятки, да, которые остаются. Они разрушают наши города, дома. Естественно, это будет иметь свои последствия в международных судах, да, в частности в Гааге, после этих ужасных зверств, которые они показывают практически каждый день, нанося удары по прифронтовых городах, в том числе и по Харькову, по Одессе, по Херсону, Запорожью, ну и по других, которые находятся вблизи государственной границы или не соприкосновения с противником. Вот вы говорите, что это кассетный вариант ракета, а можете объяснить, как он действует? Это вот взрывается чуть выше, не на земле? Да, абсолютно. Это кластерная ракета, которая имеет внутри много, ну если простым языком, маленьких бомбочек, да, которые разрываются в воздухе и освобождают еще сотни поражающих элементов, так называемую шрапнель, которая дополнительно еще поражает живую силу, ну в частности мы видим мирных граждан, да, и животных в том числе, поражает технику, дома, нанося максимальный ущерб всему, что находится рядом. Практически ежедневно оккупанты обстреливают и Харьков. Президент Владимир Зеленский на всевозможных площадках заявляет о том, что Украине очень нужны дополнительные системы ПВО. Накануне в Киеве генеральный секретарь НАТО тоже говорил о необходимости передачи Украине средств ПВО. Что ожидаем в ближайшее время? И что с ракетами для этих систем? Они будут в достаточном количестве? Мы крайне нуждаемся в большом количестве ракет, и не только оно, и собственных установок. Но о том, будут или нет, это уже не нам решать. Мы работаем с тем, что нам дают наши союзники, за что мы им очень признательны, за ту помощь, за разные ракеты, которые они нам предоставляют. В том числе уже в медиа была информация в открытой ее части, что будут предоставляться ракеты типа АИМ, которые можно будет использовать для борьбы с воздушными целями противника. В том числе идет информация о предоставлении нам разных систем малого-среднего радиуса действия, которые помогут нам бороться как с шахедами и другого типа беспилотниками, так и с крылатыми и управляемыми ракетами в том числе. Ну и, естественно, ждем Патриот. Это царь ППО, который может противостоять самым серьезным вооружениям со стороны Российской Федерации, которые подтвердили уже себя непосредственно в бою своей высокой эффективностью и высокой боевой способностью. Это Патриоты, которые могут бороться и с баллистикой, и с другими вооружениями, которые применяют против Украины Российской Федерации. Ну ждем, конечно, и авиацию. Давайте далее поговорим об F-16. Накануне вы заявили, что истребители будут тщательно охранять. Можете рассказать подробнее, конечно, то, что можно озвучивать, каким образом? Да, ну вчера медиа несколько вырвали из контекста фразу о том, что они будут храниться в бункерах. Имелось в виду, что было бы неплохо, если бы были такие бункеры, поскольку имеется в мире практика, когда в бункерах могут храниться вот такие самолеты, не только такого типа и другого, но это очень дорогостоящий проект, который будет реализироваться на протяжении очень долгого времени. Естественно, нам нужно решать вопрос здесь и сейчас, и для этого будут использоваться другие средства, а нестандартный подход, как мы это постоянно делаем уже на протяжении всей войны, и достаточно успешно по рассредоточению, по скрытому использованию, и самое главное, оперативному использованию, чтобы самолеты F-16 в территории Украины могли оперативно подниматься и безопасно выполнять свои поставленные задачи. Естественно, мы понимаем, что Россия будет бросать все свои силы на то, чтобы найти и уничтожить эти самолеты, поскольку это будет иметь очень большой пропагандистский эффект для этого. В том числе нам нужны и станции Patriot, которые смогут бороться эффективно с разными угрозами, которые будет предоставлять собой Российская Федерация. А вот вы говорите, вот эти бункеры, ангары, которые было бы неплохо, и может в будущем они появятся в Украине, а может есть уже понимание, какие страны могут помочь финансово с этим проектом, ну по защите от F-16, от российских ударов? Ну, смотрите, я не хотел бы внедряться в эти детали. Да, естественно, мы понимаем, что это, скорее всего, наши союзники будут, которые, если они согласятся помогать, да, это и страны, которые берут непосредственно участие в группе Рамштайн. Но это уже вопрос к нашему дипломатическому корпусу, и это уже более задача нашего высшего военно-политического руководства. Подготовка к прибытию первых истребителей F-16. Как вы оцениваете, на каком этапе, если можно говорить? Ну, первые пилоты, которые зайдут в Украину, это станет прецедентом, после которого мы уже начнем понимать, сколько именно времени нам нужно на подготовку. То есть пока еще процесс идет, и на разных этапах, да, у нас есть пилоты, которые абсолютно молодые, вот только-только проходят наземную подготовку, изучают язык, а есть пилоты, которые уже имели опыт ранее активного использования налета на самолетах, которые у нас уже являются. Это старые образцы, еще, например, как МИГ-29, да, они непосредственно уже, имея опыт управления своими самолетами, они сейчас набивают руку, что называется, на F-16. Естественно, что в этом плане им немножечко будет легче, хотя машина абсолютно другая, абсолютно другой тип управления. Язык не менее важный, потому что кроме управления, которое будет находиться в кабине самого пилота, естественно, что язык общения с нашими партнерами, он английский, и нужно понимать, как правильно отдавать команды, и как правильно коммуницировать вместе с пунктом управления. Естественно, на все это нужно время. Потому у нас на разных этапах сейчас проходит подготовка. Это, как я уже сказал, наземная, на легкомоторных самолетах и непосредственно уже на F-16. Ждем, как только они будут готовы, они, естественно, прибудут в Украину для того, чтобы уже выполнять те задачи, перед которыми они будут стоять, которые перед ними будет ставить наше руководство военное. Ну вот о задачах хочу спросить. Какие основные задачи для F-16 будут? Помогут ли они бороться с кабами? Потому что ими россияне атакуют не только позиции на фронте, но и бьют по мирным городам, по гражданскому населению, по тому же Харькову. Да, ну с кабами, во-первых, они помогут бороться непосредственно с носителями, дабы отогнать самолеты Су-34, Су-35, которые используют в основном эти управляемые авиационные бомбы весом в 500 и 250 килограмм, которыми они терроризируют сейчас не только наших военных на фронте, а и наносят удары по мирным нашим городам. В этом плане, естественно, зависит от того, какие ракеты будут на борту у этих F-16, какого типа будет радар, какой они будут модификации, все это, естественно, в комплексе будет влиять. И кроме F-16 непосредственно будет еще очень сильно усиливать эту роль и наземные станции ППО разного радиуса действия. Но, естественно, для того, чтобы отгонять от границ, нам нужно максимально большой радиус, чтобы самолеты, которые будут запускать кабы с дистанции, там обычно, как они их запускают, это приблизительно 30-40 километров от фронта, общая длина пуска это приблизительно 80 километров. Естественно, это поможет отогнать и нанести превентивный удар, если можно так сказать, если будет угроза использования этих управляемых авиабомб в сторону наших мирных городов. Ранее вы заявляли, что Польша могла бы закрывать небо своими патриотами не только над западными украинскими областями, но нужна политическая воля для этого. Ведутся ли такие переговоры? Ну, я не знаю, я же не в политике, я военный, моя задача отвечать за выполнение наших действий, которые стоят перед воздушными силами. Нам бы очень хотелось, чтобы Польша помогла нам, она и так очень много помогает в плане предоставления нам разных типов вооружения, но, естественно, если бы еще и такой шаг был сделан с их стороны, это очень-очень сильно бы помогло нам в плане расточение тех станций ППО, которые сейчас находятся на западной Украине, перемещение их на другие направления более опасные, и они бы там могли усилить нашу оборону с воздуха. В теории, какие области западные, если можно это озвучивать, могла бы закрыть путь? Нельзя. Нельзя, окей. Ваше недавнее заявление также, что россияне стали чаще использовать ракеты Х-59, Х-69. С чем это связано? Ну, скорее всего, это самая ходовая сейчас у них ракета, которую они могут использовать вместо этих же управляемых авиационных бомб, которая может лететь дальше и точнее. Они, судя по всему, сейчас переключились на этот тип вооружения, поскольку, например, Х-101, Х-555 или Х-55, их могут нести только стратегические бомбардировщики, типа Ту-22М3, который был сбит, или типа Ту-95МС, которые в основном они используют для атаки Украины с акватории Каспийского моря, с рубежов пуска Саратовской области. Да, ну и мы видим, что вот как раз для таких задач они используют в основном, или же, если мы говорим о тактической авиации, то это ракеты Х-69, Х-59, или же, вот как мы видели вчера, к сожалению, баллистика, или же крылатая ракета, которая также пускается комплексом Искандэ. Хочу о таком еще спросить. В Белгородской области россияне строят новый аэродром 75 километров от границы с Украиной. По крайней мере, осень аналитики показали фотки со спутников. Но 75 километров – странное решение, не правда ли, если учитывать, сколько километров от границы с Украиной. Как думаете, для чего это строительство? Может, вам что-то более детальное известно об этом? Мы изучаем сейчас информацию об этом аэродроме. Естественно, 70 километров мы понимаем, что это очень маленькое расстояние от границы с Украиной. Достает практически все оружие, даже то, которое производится в Украине. Но мы сейчас изучаем разные варианты, для чего это было сделано. Но мы будем в дальнейшем смотреть, как этот аэродром будет использоваться. Исходя из этого, будем принимать уже какие-то решения. Илья, в прошлый раз, когда мы с вами общались, это был день уничтожения российского ТУ-22М3, первого уничтожения. И вы тогда сказали, что пока не можете раскрыть детали операции. Может, сейчас можете что-то рассказать. И хватает ли у нас таких, назовем это, чудо-средств для подобных сюрпризов в будущем? Ну, средств никогда не бывает достаточно, тем более в борьбе с таким в численно перевышающим противником. Ну, а чем мы сбили? Ну, естественно, этого никто не будет раскрывать. Возможно, когда-нибудь в мемуарах об этом расскажут те, которые планировали операцию. Но станом на сегодня, на сейчас, естественно, мы не можем раскрывать все подробности, детали, что, как, чем это проводилось, поскольку это уникальный опыт, который использован был в этой операции. Ну, и, естественно, мы ожидаем в использовании других также операций этого подхода, который был использован в прошлый раз. Ну, мы все этого будем ожидать. Вот такой еще вопрос. Госсекретарь США Энтони Блинкин недавно заявил, что Украина со временем станет сильной и успешной страной, и что есть план, как этого достичь. С точки зрения воздушных сил, что именно может помочь реализовать этот план? Талантливые пилоты у нас есть. Они вот и обучение проходят. А вот чего бы из техники хотелось заполучить, кроме F-16? Ну, прежде всего, это вооружение и начинка самих F-16. Это очень хорошие радары. Повыше блоки, поскольку мы знаем, что информация была в открытом пространстве, что будут более старые модификации, блок-20, к примеру. Наши партнеры также некоторые заявляли, что будут более лучшие модификации. Но самое последнее, если я не ошибаюсь, сейчас есть блок-70. Это один из топовых комплектаций, если можно так говорить, F-16. Ну, естественно, не менее важно, что будет под крыльями у этих самолетов, какого типа будут головки самонаведения, если будут это активные головки или какие-либо другие. Ракеты крылатые, в том числе Storm Shadow. Также важно, что будет, какие, может, бомбы будут. J-DAM, которые мы уже используем. Также противорадиолокационные ракеты типа HARM. Хаммеры мы сейчас активно используем. То есть вооружение, начинка, которой мы будем пользоваться. Возможно, нам передадут Таурусы. Это тоже будет значительно расширить наши спроможности, которые мы сможем использовать против врага, нанося ему мощные, точечные абсолютно удары, при этом не повреждая инфраструктуру, с минимальным ущербом для мирного населения, что, в частности, и выделяет нас, в отличие от России, которым абсолютно наплевать на мирных людей. И, к сожалению, во время таких ударов иногда умирают исключительно мирное население. Это, конечно же, мы не можем себе допустить. Ну и что бы хотелось, это полное перевооружение нашего авиационного парка. Нам минимум нужно 150 самолетов типа F-16. В дальнейшем, конечно же, мы не исключаем, и нам очень хотелось бы, чтобы мы развивали наши авиапарки, переходили уже с F-16 и на другие типы. Возможно, когда-то, хотелось бы в это верить, у нас будут и F-35, мы не можем этого исключать. Ну и мы должны понимать, что не только самолеты, но и системы ПФО разных типов дальностей, которые также нужны, которые в комплексе будут эффективно прикрывать наше небо. Для этого нам нужны специалисты, которых мы будем обучать. Это молодые люди, которые по 20 лет, которые будут исключительно знать английский язык, с отличными аналитическими способностями, знаниями точных наук, в том числе английского языка. У нас есть Харьковский национальный университет воздушных сил, который готовит этих молодых специалистов, которые в последующем на своей практике уже такой опыт есть. Они отправляются за границу, изучают передовой опыт, привозят его в Украину, и здесь уже они будут высококлассными экспертами, которые будут делиться своим опытом, который они приобрели в странах-союзниках. Вот и все. Илья, спасибо вам огромное за ваше время, за то, что вы смогли присоединиться к нашему эфиру, и за ваши ответы, Илья Ильевлаш. Спасибо.